В средней школе номер 19 города Бреста 647 учеников, а это ни много ни мало 27 классов. Учёба – сложный умственный процесс, на который уходит много энергии. А следовательно, для поддержания правильного баланса килокалорий и витаминов, умникам и умницам жизненно необходимо получать правильное и сбалансированное питание. Ассоциация полноценного горячего питания в школе – это, конечно, первостепенный вопрос. Он напрямую связан со здоровьем наших детей. И многолетний опыт наблюдений врачей и педагогов говорит о том, что дети, получающие горячее питание в школе, меньше жалуются на быструю утомляемость, на головные боли, на боли в желудке. Конечно же, поэтому совместно с комбинатом школьного питания школьная комиссия баркиражная отслеживает и качество поступаемых в школу продуктов, и закладку продуктов при приготовлении блюд, полноценное меню. Администрация учреждения образования и повара школьной столовой постоянно следит за тем, чтобы растущий организм не только получал в необходимом количестве белки, жиры и углеводы, но и конечный потребитель-ученик по достоинству оценил вкусовые качества блюд из школьного меню. В школе полноценное питание. Я прихожу, знаю, что съедаю свою порцию. Я считаю, что оно вполне может противостоять питанию дома, потому что это очень удобно, горячие блюда, хороший рацион, и мне вполне все устраивает. Котлета с сыром и с макаронами – просто бомба. Из 647 учеников средней школы номер 19, все дети начальных классов получают полноценное горячее питание. Ситуация в среднем старшем звене немного другая. 7% учащихся предпочитают питаться самостоятельно. И если за рацион школьной столовой администрация учреждения образования в ответе, то за варианты, когда старшеклассники питаются на свое усмотрение, несут ответственность родители. Нужно понимать, что деньги, выделенные ребенку на обед, зачастую уходят на фастфуд, сладости и щипсы. Молодые люди порой позволяют себе питаться недостаточно правильно, как, допустим, соблюдать какие-то элементарные правила питания, даже не диета, питания. Очень часто грешат приемами различных чипсов, напитков, роллтонами различными. Поэтому действительно надо им рассказывать, объяснять, порой доказывать, что хорошее питание – это залог успешности их и в физической, и в умственной деятельности, и что они от этого только выиграют. И в этом убедились те, кто сейчас с различными диагнозами находится в палатах Бреска детской областной больницы. Ребята уже и сами осознали, что именно качество питания и неправильный режим дня привели их на больничную койку. Я попала сюда первый раз из-за того, что заболел очень сильный живот. Приехала в больницу на скорой помощи, выложили в больницу, полежала-полежала, покапали немножко и все. Я уехала домой, переночевала ночь дома, проснулась температурой 38,7 и приехала обратно в больницу. К моему инфекционное заболевание пищеварительного. Бывает такое, что я могу есть очень мало, и мне хватит этого на целый день и все. Либо у меня просто времени не хватает, потому что это школа, тренировки, потом пять домов и все. И потом еще уроки, погулять с друзьями хочется тоже. Вот, и могу очень мало поесть, но иногда у меня все восстанавливается, и я пихаю еду не всегда. От чего бывает воспаление аппензицита? С чем это связано? Ну, в основном из-за того, что едят плохую еду. Чипсы я ел. Однако, если юные пациенты не только сделают правильный вывод, но и будут придерживаться новых правил в реальной жизни, есть большая вероятность забыть о проблемах с желудком раз и навсегда. Когда ребенок первый раз заболевает, здесь еще все поправимо. Если дать правильные рекомендации, если есть желание и у родителей, и у ребенка этим рекомендациям следовать, тогда действительно ребенок благополучно выходит на ремиссию. И через два-три годика мы видим, что он вообще забывает, что у него есть какие-то проблемы со стороны живота. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Буктово».